Самое важное в любом компьютере это, конечно же, процессор. Он руководит работой всех подключенных устройств и с его помощью обрабатывается информация, находящаяся в памяти. Если не вдаваться в подробности о количестве ядер и потоков, то основные отличия заключаются в сокете процессора и, если проще, разъеме, куда он будет устанавливаться на материнской плате. После того, как вы определитесь с процессором, необходимо подобрать материнскую плату. Материнская она потому, что на ней находятся разъемы для подключения абсолютно всех остальных деталей – процессора, оперативной памяти, видеокарты и прочего. Выбирать эту плату стоит очень пристально, ведь именно от нее зависит возможность последующего апгрейда. Необходимо обратить внимание на варианты с двумя и более разъемами для оперативной памяти, разъемами M.2 для скоростных твердотельных накопителей и парой разъемов PCI-Express. Но самым важным аспектом остается сокет, ведь если он не будет совпадать с процессорным, ничего работать не будет. С материнкой и процессором определились, теперь можно выбирать оперативную память. Эти планки также чрезвычайно важны, и без них компьютер не сможет запустить операционную систему или какое-то приложение. Ваш выбор зависит лишь от того, какой тип и частоту памяти поддерживает материнская плата. Обычно эта информация указана в характеристиках. Если планируете играть на максимальных настройках графики, то смотреть необходимо в сторону 16 и более гигабайт оперативной памяти. Главным в преобразовании информации в картинку с момента появления графических интерфейсов стала, конечно же, видеокарта. Мы специально не стали рассказывать о интегрированных решениях, так как для комфортного гейминга на максимальных настройках они непригодны. При выборе стоит обратить внимание на объем памяти, ее тип и разрядность шины. Можно спокойно действовать по принципу «больше значит лучше». Память в компьютере тоже немаловажный фактор, ведь от ее объема будет зависеть, как много игр вы сможете установить. Существует проверенная связка, которой пользуются уже не первый год. Под систему берется хороший твердотельный накопитель формата М2 с большой скоростью чтения и записи, а под игры, фильмы и прочие файлы используется старый добрый винчестер HDD с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Следующим шагом станет подбор блока питания, который сводится к простой математике. Для упрощения этого процесса существуют специальные калькуляторы, где можно указать комплектующие, и получить информацию о потребляемой мощности. Ну и когда все комплектующие выбраны, остается лишь найти корпус, который будет красиво смотреться на столе и справляться с охлаждением всех узлов. Если корпус просто красивый, следует отдельно побеспокоиться об охлаждении, докупив пару вертушек или какую-то красивую систему водяного охлаждения. Для того, чтобы ваша заборка радовала как минимум несколько лет, не забывайте, что все комплектующие должны быть современными, сбалансированными и, самое главное, с возможностью последующего апгрейда.